Всем привет! Этим летом с вами канал Черепахи.ру, а лето самое время для прогулок с черепахами на улице. Для чего вообще надо гулять с черепахой? Для получения естественного ультрафиолета от солнца, для возможности паять травку вдоволь и для физической нагрузки. Мы рекомендуем выгуливать черепах, только если температура воздуха больше 20 градусов, но избегайте прогулок в самой жару, когда больше 35 градусов в тени. В это время черепахи прячутся в тени или в норах. Каких же черепах можно выгуливать? Всех сухопутных, столичненаземных и полуводных. Полностью водных черепах, например, триониксов или змеиношейных, выгуливать на лужайке не нужно. Если у вас на даче есть огороженный прудик, то туда можно посадить водную черепаху для получения ею ультрафиолета, но брать с собой в город на прогулку ее не стоит. Полуводные черепахи, красноухи, болотные, в природе довольно много ходят от одного водоема к другому, в поисках партнера или местокладки, поэтому выгул не будет для них большим стрессом. Как же лучше всего организовать прогулку с черепахой? Проверьте температуру на градуснике. Если он показывает только 20 градусов или больше, можно собираться гулять. Для этого посадите вашу черепаху в контейнер или коробку с вентиляцией, подложив на дно впитывающую пеленку или бумажное полотенце. Возьмите с собой запасную подстилку и влажные салфетки, чтобы протереть руки черепаху, если в процессе транспортировки она порожнит кишечник. Если вы не хотите, чтобы ваша черепаха испачкала выделением переноску, в которой понесете ее гулять, то заранее скупайте ее в течение 20 минут. На улице найдите чистую лужайку со съедобными для черепах растениями, одуванчиками, клевером, подорожником. Вдали от пряжи части мест выгулу собак и детей, чтобы не привлекать лишнее внимание, а также подальше от ворон и муравейников. Если вы боитесь потерять свою черепаху в траве, то можете прицепить к ее панцирю яркий воздушный шарик, поводок, флажок или одеть ее в вязанный костюмчик. Не используйте на черепашем панцире клей и не делайте в панцире дырок для поводка. Это причиняет неудобству и боль черепахе. Либо просто внимательно следите за вашим питомцем. Черепаха в свободном выгуле может закопаться в траву, либо далеко уползти, так что вы можете ее больше не найти. У меня самой на прогулке несколько раз черепахи прятали в траву так, чтобы приходилось их искать по 10 минут с умирающим сердцем. Но, к счастью, я каждый раз их успешно находила. Во время выгула не мешайте черепахе выбирать самой, где и находиться, на солнце или в тени. У нее должен быть выбор, чтобы избежать перегрева. Перегрев наступает выше 38 градусов и черепаха может умереть. Именно по этой причине нельзя оставлять черепаху в контейнере на солнце без возможности уйти в тень, на улице, либо на балконе. Рекомендуем время прогулки с черепахой на улице от получаса и больше. Если вы живете на даче, то можете оборудовать там полноценный загон с оградкой, домиком и водоемом. Тогда ваша черепаха все лето будет получать натуральный ультрафиолет, а вы сэкономите на ультрафиолетовой лампе. Итак, основные ошибки выгула. Выгуливать черепаху в прохладную погоду ниже 20 градусов или слишком жаркую, больше 35 градусов тени. Не давать черепахе уйти в тень. Гулять рядом с собаками, воронами, муравьями, которые могут причинить вред вашей рептилии. Невнимательно следить за черепахой, из-за чего она может потеряться. Старайтесь почаще гулять с вашей любимицей, чтобы она росла здоровой и с ровным панцирем. Да и человеку прогулки полезны. С вами был канал Черепахи.ру. Спасибо, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь и будьте с нами. Всем пока!